Ребят, всем привет! Ребят, если вы решили купить новый автомобиль, то это автоспот.ру Переходите по ссылочке в описании, заходите на сайт. Выбирайте любую марку автомобиля, ребят, которая вас интересует. Цена здесь уже указана со всеми скидками, со всеми спецпредложениями. Выбор очень огромный, марок очень много. Выбирайте любую марку, составляйте заявку, вам перезвонит менеджер, объяснит что да как. Самое главное, ребят, что сайт работает напрямую с официальным дилером, поэтому вас не занесет на какой-то сайт мошенников. Если вы хотите сэкономить кучу времени, пользуйтесь автоспотом. Ребят, автоспот гарантия того, что не попадете на какой-то сайт мошенников. Переходите по ссылочке в описании, пользуйтесь на здоровье. 7,45. Проснулся я, ребят. Минус 10 на улицу. Холдновато. На машине тепло. Нормально. Песечка топила всю ночь. Прям огонь. Ну что, заезжаем. Мишаня, хватит спать. Я проснулся без 20-ти. 20 минут машин потарафтела. Думаю, за 20 минут должен чуть был прогреться. Блин, ребятки, самое-самое-самое страшное, самое главное, чтобы щебень не замерзла. Я вчера вроде солью посыпал, засыпал все. Ну, как все. Пачку соли вчера высыпал. В принципе, из-за пачки соли она не должна замерзнуть. Бороз и солнце, день чудесный. Еще дремлешь, друг, прелестно. Пора, Сергеич, ты проснись. Знаете такое стихотворение? Кто не знает, должно быть стыдно. Андрюх, а ты посыпал солью или поливал водой соленой? Поливал соленой. Ну, оно, блядь, это. Прям загрузил, пока выехал, сеткой накрыл, сматывал сетку, оно уже сколько-то взялось. Щебень влажный был. Блядь, я вот посыпал пачкой соли, здесь спереди. Ну, короче, весь кузов посыпал солью. Вот думаю, замерзла она или нет. Подмерзает, ребята, подмерзает. Ну, что, будем пробовать выгружаться. Да, на улице морозно. Да не, сыпется, ребятки, сыпется. Без комфорта. Без комфорта. Твои великолепно, как пошел. Соль помогла. Вот что значит солью посыпать. Паска нехорошо. Четырехосная. В них с обогревом кузова. Отлично, все сошло. Чистенький. Видите, как он замерзает комками. Мерзнет, видите? Балдыжниками. Ну, тоже чистый кузов. Это хорошо. Блин, как-то так необычно. Мишаня что-то в кузове там смотрит. Щебенку нам чистит. Ага, попался. Ну, вот и все. Великолепно. Здорово, Михаил. Кофе пить будем? Поставил чайник? Закипел? Нет? Плачет. Идем к Мишане. Кофе пить. Кофе, печенюхи. Вот, ребят, смотрите, уже 94 тысячи 900. Короче, 95. Хотя Фаиль брал... А, ну, считай, у меня сколько сейчас, 160, ну, на 65, 67, где-то на 68 тысяч. Фаиль брал, и выделил. Ну, да, на пару месяцев назад. Блин, пробег, конечно, растет вообще прям на глазах, блядь. Вроде только машину взял, да, Фаиль, а уже сотка, блядь. Охренеть. Мишаня, новые технологии, ну, ха-ха-ха. Холодной воды, ну, ха-ха-ха. Бульк в кофе, нормально. Молока нет. А это замест молока? Да. Так, Мишаня, уже, блядь, не похоже на молока. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Осталось, в принципе, три дня, четыре работы. Ну, все, ребятки. Кофейком подзарядились. Ой-ой-ой-ой. Машина сколько? Тарабанила, тарабанила. Где я ее завел без 28? Время без 20, без 10, 9. Пока вот разгрузились. Стрелка как лежала на нуле, так и лежит. Она даже не дернулась. Вот так вот. Дизель. Не греется. Дизель хорошо. В том плане, если есть автономка, в порядках. С автономкой, да, ништяк. Вот она еле-еле теплым дует. Там еле-еле. Это нужно сейчас проехаться, я не знаю, километров пять, чтобы она очухалась. Машина поднагреется и все. И тогда уже автономочка начнет греться. Ребятки, еду, короче, ни с того, ни с сего, блядь, как кровь влупила с нашей. Блядь, это либо давление, либо чего еще может быть. Блядь, я вроде высыпаюсь. Вчера лег, часов в 11, наверное, в 12 ночи, 8, 100, 8 часов поспать. Для здоровья человека вообще надо, ну, чтобы выспаться. Сколько там надо, 6 часов? Блядь, 8 часов поспал, даже больше 8. Бля, еду, и глава начинает болеть, блядь. Не пойму, из-за чего побежала, блядь, кровь, блядь. Вообще, обычно из-за давления, да? Из-за давления? Или бешеная кровь. Блядь, я остановился, блядь, аж, бля, ливанова, короче, аж руль залил, блядь. Пачкал кофту. Здесь полно, блядь, пакет, нахуй, салфеток, блядь, не успевал салфетками, короче, вытирать. Бля, вообще не пойму, что за хрен, блядь. Первый раз такое. Псерс, руль залил, блядь, блядь, как потекла, просто даже не успевал. Одну выкидывает салфетку, другая, блядь. Одну выкинул, другая, и салфетки кончились, пачку, короче, выкинул, он пачка салфеток лежит, пустая. Мишань тоже остановился. Охренеть. Аж хуево, блядь. Все, Мишань, поехали. Голова заболела. Вот хорошо, да, как на одиночках кузов обогревается. Выхлоп переключил через кузов, и все, ничего не мерзнет. Я когда работал на одиночках, проблем не знал, что такое мерзнет. Зимой возили песок и щебень, и даже не знал, что нужно что-то сыпать, посыпать, поливать. Обогрев кузова, делает вещи. Троечком, троечком, говорю. Троечка приехали, я, Мишаня, и новенький водитель, который работает за место Павлика. Надо открыть дверь, а то тут заглядывать. Залебали эти кружки. Ну, и... Я как-то снимал, ребят, когда у Фаиля взорвалось колесо тут, разорвало. Ну вот, подчинили все, назад поставили. Кронстейн подзаварили, выпрямили. И все, ништяк. Крыло так вот это, да, поменять осталось. Да, крыло же было нормальное. Я его сделал туда, в прошлый раз, когда я его тоже была стопана, крыло сделал. Нормально, нормально. Ну, и это тоже, да, порвано. Здесь, здесь. Крыло такие, чтобы везде поменять резину и поменять все крыле. С правой стороны. Короче, три крыла под замену. Да, нет, это живое уже. Это живое крыло, да. Это целое. Да, это целое. Здесь только шайбы мы поставили большие. Вот так вот колеса слепают, что уж разлетается. Короче, приехали в карьер, ждем. Ждем, ждем. Нет погрузчика. Здесь все наши собрались. Короче, ребят, приехали в карьер. Погрузчика нету. Стоит, стоят все наши красавцы. Славяновский дав. Мишаня. Фаильевский дав. Танилька Камазийский, который муж. Мой красавчик. Андрюха. Иссо тринадцатый. Дедушка на нем работает. Митька. Сука, мощный. Митька дав, сука, мощный. Митька дав. Мощный, сука, дав. Митька. Короче, пипец, ребятки. Встрелим мы. Все стоим. ТО делают. Короче, Андрюха сходил, узнал на весовую. Типа, что нас не грузят. Погрузчик поехал масло менять. Говорит, делай ТО. Уже часа полтора, короче, тут стоим. Приехали мы во сколько? Без двадцати где-то десять. А время у нас одиннадцать-четырнадцать. Сейчас обед и, короче, не наш сегодня, наверное, день. Капуста? Это сто грамм по капусте. Бля, мешает. Я ее не ем. Она мне не нравится. Грибы. Грибы. Да. А знаешь, что у меня есть? Сейчас покажу. Смотри. Опа. Сама пляс. Это подписчик подогнал. Смотри. Грибы. А масло под грибы? Есть. Есть. Где погрузить? Все есть. Это значит, надо денек выбрать. Давай. Снова коллегу нахват. А? Снова коллегу нахват. Да. У Олега сегодня, кстати, выходной. А вот и погрузчик. Дождались мы погрузчика, наконец-то, блядь. Давай, Мишаня, плескай. Хорош, 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 хорош. У нас чайник на 4 человека. На 4? Пятый лишний. Кто-то у нас лишний. Кофеек. Угощайтесь, ребятня. Хорошего вам дня. Так, ну что, пошли отлетать потихонечку по одному. Загрузился дедушка наш, Андрюха загрузился. Следующий я, потом Мишаня. Потом Андрюха. Новенький тоже Андрюха. Наконец-то, время полдвенадцатого. Начали хоть грузить нас. Ну, все, потихонечку отлетаем. Все вместе сейчас загрузимся и всей бандой попрем. Андрюха стоит, накрывается. Это что за раритет? Охренеть. Сколько же ему лет? Мишань, да там места не было возле гаража. Там машина стояла. И, бля, я протянул сюда, повернул налево. И с правой стороны припарковался. Ну, далеко от магазина. Давай, прогуляем. Давай, давай, я тебя здесь жду. Пойдем сейчас в Мишане в магазин. Скоро водички купим, попить. Наш боец едет. Короче, далеко мы пошли. Оу. Что там? Поехали. Поехали. Взял, ребят, водички, полбулочки, хлебушка и колбаску. Утром бутербродики трепать. Ну, все, полетели. Полетели, полетели. Водички взяли. Перекусить. Взял полбулочки хлеба черного. Ну, и кусочек рулета там взял. Не рулета, а грудинки. Так вот, кушать хочешь, бывает с утра, блин, желудок просто выворачивает тебя наизнанку. Это прям накромсал. Бутербродик с кофейком шлифанул. И жить можно. Жизнь удалась. Мишаня. Да-да-да. Мишаня, ты где? Мишан, вот поднимаюсь, сборочку поднимаюсь. Все, мы Мишаню задрочим. Мишаня, ты что молчишь? Да ладно, я заговорил, я поднимаюсь сборку. Алло, алло. Алло, ты что там на телефоне, что ли, опять? Мишаня. Все. Принимаешь меня? Принимаешь? Алло, алло. Что-то, Мишань, ты там заикаешься, прерываешь, ничего не пойму, что ты говоришь. Все, алло, принимаешь меня? Мишань, в молчанку играть будем? Соля, ну я все слышу, хорошо, прекрасно тебя слышу, а ты меня не слышу. Ты меня слышишь, наверное. Алло, 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 принимаешь меня? Да-да, Мишань, вот сейчас что-то пробилось. Все нормально принимаешь меня? Я тебя слышу, хорошо. Я тебя тоже, да, хорошо слышу. Я тебе отвечаю, отвечаю от меня, алло. Ну нет, я тебя слышу, а ты меня, походу, нет, что-то громкость, сразу, сразу, сразу. Мишань, я не поэт и не писатель, я так, мы сгайбатель. Я знаю уже это все. Приподнял Мишанье чуть-чуть давление. Хлопчики уже разгрузились, стоят в ожидании чуда. А чудо, вот он, на погрузчике едет, Андрюха. Накладные просто подписывает нам. Вот они разгрузились, наверное, ждут, пока приедет. Накладные нарисуют. Все, пошла. Борт открылся. Щебеночка посыпалась. Пошла копеечка в карман. Давайте, хлопчики, газуйте. Кузов опусти, помчал, блядь. О, Мишаня, блядь, попер, еще кузов не опустился. Вот он, ленивец, проебывается, видите? Давай, Мишаня, давай, крути педали. Он в телефоне едет, блядь, втекает нахуй. Вот, зараза. Ох, Мишаня, Мишаня. С девчелями едет, наверное, переписывается. Упс. Давай, давай, заходи, заходи. Добрался до карьера, ребятки. Тут, как всегда, бортва тусуется. Скамейка, да? Ничего так. Да, парни. Тусят тут, короче, конкретно. Доноры стоят. Да нет, или рабочие. Они, с виду непонятно, то ли рабочие, то ли рабочие техника. Я думаю, уже как донор. Так особо и не скажешь, что рабочие. Наверное, давненько стоят. Заводище. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...